Доброго времени суток. Мне в руки, для обзора, попал небольшой металлический термос. В обзор вошли, распаковка, внешний вид, описание, два теста и маленький лайфхак. Внешняя упаковка. Коробок, длина 225 мм, диаметр 65 мм. Термос состоит из корпуса, емкости и запирающей крышки. Корпус, металлическая емкость в форме цилиндра, представляющая из себя сосуд в сосуде, между стенками которого создано разрежение. Наружная сторона покрыта краской, внутренняя металлическая. Крышка пластиковая, состоит из двух частей, нижней, накручивающейся на колбу, и верхней откидной, на шарнире с нижней частью, дно. Защелка открывает крышку, запор блокирует защелку. На откидной части крышки, серый резиновый герметик, на основной белый полипропиленовый желоб для питья. Материал внутренней части заявлен как, нержавеющая сталь IC304. Желоб съемный, герметизированный серой резиной. Рабочий объем колбы, 350-360 мл, до основания горла с резьбой. Фактически можно налить и 400 мл, но при закрытии излишек жидкости все равно будет выдавлен под крышку. Эти 40-50 мл потом могут пролиться. На самом деле термос герметичный. Можно эксплуатировать одной рукой. К исполнению претензий нет. Далее тест. Первый тест показывает динамику изменения температуры. В блоке замеров. Первая фото температура окружающей среды, которая незначительно менялась на протяжении всего процесса тестирования. На следующих замеры через каждый час. Следующий блок замеров. Второй тест по мотивам ГОСТ 51-968 рублей, 2002. Термосы бытовые с сосудами из стекла. Методика определяет термоизоляционные свойства термосов. Заливается кипяток, и через 12 часов и замеряется температура. Испытуемый термос показал падение до 42 в 7 градусов. По итогам первого теста понял, что много тепла уходит на первичный нагрев холодной колбы. Поэтому предварительный прогрев кипятком колбы значительно увеличит время сохранения температуры содержимого термоса. Вот такой простой лайфхак, логичный, но без замеров или частого использования термоса, не очевидный. На этом все, спасибо за внимание. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok